Сегодня неординарное событие. Сегодня в этом прикорпатском городе проводится международный турнир смешанных единоборств West Fight 21. И на нас с вами ждет увлекательное зрелище 10 боев смешанных единоборств за правилами ММА. Сейчас ринг-анонсер представляет сегодняшнее событие его организаторов, спонсоров. Поэтому сейчас немножко делаем паузу в наших комментариях и после этого включимся уже полностью с вами в работу. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И в октагон приглашается киевлянин Виталий Осипов. Как традиционно бойцы выходят в октагон каждый под свою мелодию. И сейчас на ваших экранах вы видите киевлянина Виталия Осипова. Он представляет спортивный круг Крапос. Является призером чемпионата Украины с Панкратиона. Пропомню, весовая категория у бойцов 57 килограмм. Сейчас его команда дает последнее наставление в Виталию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok И его соперник, спортсмен из Ровно, Дмитрий Власюк Дмитрий Власюк значительно более опытен, чем Виталий Осипов Он представляет город Ровно, спортивный клуб Комбат Самбо И является финалистом чемпионата Европы с боевого самбо И к тому же финалист чемпионата Украины Как раз в смешных единоборствах ММА Ну посмотрим Сумеет ли сказаться опыт Дмитрия И поможет ли он ему победить Виталия Понятно, что каждый боец выходит в автогон именно за победой И посмотрим, кто сейчас ближайшие Ну, в ММА далеко не всегда бои продолжаются в полный формат То есть очень часто бои заканчиваются досрочно Субтитры создавал DimaTorzok Девушка сделала по октагону круг Показала, что сейчас будет проходить первый раунд Закрывается октагон Октагон именно так называется Место боя в смешных единоборствах Такой своеобразной восьмиугольной клеткой И так начался поединок Чтобы вам не так просто было, скажем Виталий Осипов, у него черные шорты Но у него присутствует, скажем так, прическа А вот Дмитрий Власюк, он постригся полностью Постриг голову И сейчас мы видим, что именно Власюк сразу же захватил центр октагона И пытается Пока что, как видим, очень хорошо сейчас провел неплохо Контратаку Двоечку провел Власюк И, как видим, Осипов довольно так уверенно Пошел вперед и сейчас поймал его Власюк добивает И вот сейчас, наверное, придет борьба Все в партер, так и есть Ну, обычное явление для боев ММА Внизу сейчас находится Дмитрий Власюк Но, видим, довольно уверенно он себя чувствует Захватил своего соперника и наносит удары По голове Такое Ну, в этой позиции еще неизвестно Кто в более выгодном положении находит Кто внизу или кто вверху Ну, сейчас, естественно, что Осипов будет пытаться сейчас, как говорится Захватить инициативу сверху И выбрать удобную позу Позицию для того, чтобы начать расстреливать своего соперника Ну, пока что из этой ситуации он не может нести сильный удар Вот сейчас перевернул Вот сейчас попытка захватить волевой прием И Заканчивается бой Как видим, опыт Дмитрия Власюка Сказался, захватил он Соперника на Болевой прием Ну, то, что я говорил, что далеко не всегда Но мой бой проходит в полном формате И видим, первый же бой закончился на второй минуте Ну, соперники благодарят друг друг друга Друг друга за этот бой Ну, довольно-таки Короткосрочным он получился Ну, и прогнозировано в нем победил Дмитрий Власюк Ну, что ж Как видим, начало У нас получилось довольно Короткосрочным Первый бой длился менее двух минут Именно столько времени понадобилось Дмитрию Власюку Чтобы победить Виталия Осипова Болевым приемом И Сейчас уже Октагон выходит за участник второго боя Это весовая категория до 61 кг И первый в ринг приглашен наш гость из Румынии Это Ион Поп Субтитры создавал DimaTorzok И соперником Иона Попа сегодня будет Дмитрий Придебайло Одессит из спортивного клуба Одесского государственного университета внутренних дел Дмитрий Придебайло Оба бойца уже в октагоне, сейчас рефери в ринге проверяет готовность к бою. Дмитрия Придыбайла. Сразу отметим, что Ион Поп является призером чемпионата мира с ММА, но не среди профессионалов, а среди любителей Дмитрия Придыбайла. В свою очередь призер чемпионата и Кубка Украины с боевого самбо. Сейчас мы видим в черных шортах и с синим поясом это Румын Поп Придыбайла в комбинированных черно-белых шортах. Вот так с разведки начинается поединок, Поп сразу захватил середину октагона. Видим, что оба бойца пока что настроены на удары больше, как скажем, проводят разведку ногами. Но пока что все по воздуху. Вот сейчас немножко так зацепил челюсть своего соперника Поп, но спортсмены уже оказались в партере. Поп пытается сейчас поднять и положить на спину Придыбайла. Придыбайла, в принципе, ему это почти что удается прижимает сейчас к сетке своего соперника. Ну так, опять, как обычно, как видим, сверху находится сейчас румынский спортсмен. То есть один спортсмен сверху, другой пытается нейтрализовать его движение. Ну, посмотрим, кто сможет выжать из этой позиции больше пользы. Пытается освободить свои руки Поп, но Придыбайла не позволил румыну нанести себе ни одного удара. И рефери принял решение поставить бойцов в стойку. Ну, наверное, правильное решение, учитывая, что никаких активных действий в партере не происходило. Да, спортсменам несколько десятков секунд. Вот арбитр убедился, что никаких дальнейшего развития событий эта позиция не будет иметь. И поднял соперников в стойку. Ну, опять то же самое мы видим, что Поп захватил сейчас середину ринга, пытается, начиная с ног, потом перейти уже к серии ударов. Ну, сейчас вот неплохо сейчас ответил Придыбайла, нанес удар. Но мне кажется, что все-таки Поп успел поставить блок руками, и удар в голову не достиг цели. Напомню, что формат боя три раунда по пять минут, но опять Поп пытается, не скажем, загнать в угол, потому что здесь восемь восьмиугольник. Гуглы довольно-таки большие, и не так просто соперника загнать в угол, а вот прижать к сетке это гораздо, скажем так, более возможны шансы. И вот очень неплохо сейчас коленкой нанес удар Придыбайла, но Поп нашел в себе силы продолжить бой, и сейчас уже Поп находится вверху и пытается опять же наносить удары по лежащему на комбассе октагона соперника. Но пока что Придыбайла блокирует все намерения своего соперника, используя довольно успешные ноги. И он сейчас пытается захватить голову своего соперника, захватил Придыбайла, и вполне возможно еще сейчас ему удастся завершить поединок досрочной победой. Ну, Поп пока что наносит удары, но довольно-таки очень прилично ногами. Во избежание, как говорится, проблем со здоровьем у Попа, как видим, Иван Поп даже не может пока что не подниматься с комбассом. Я думаю, что все в порядке. Он где-то, наверное, расстроился тем, что позволил сопернику захватить свою голову. И опять мы видим досрочную победу. Немножко дольше длился этот поединок, чем первый. На третьей минуте рефери поднимает руку Дмитрия Придыбайла, который, опять же, как видим, практически аналогично. В прошлом первом бою Виталий Осипов позволил Дмитрию Лосику захватить свою руку. Болевой прием. Ну, а сейчас Дмитрий Придыбайла удушающий прием захватил голову Ивана Попа и нанес. И одержал победу. Ну что ж, пока что два скоро течных боя мы с вами увидели. А в октагон, извините, приглашается уже третья пара участников. Это Юрий Гегедыш из... Еще один наш гость. На этот раз из Словакии. И Сергей Чканов, киевляник. Лесовая категория 70 килограмм. Первым в октагон приглашается Юрий Гегедыш в Словакию. Ну, и Гегедыш, и Поп, они представляют закарпатский клуб, спортклуб «Инфайтер». И скажем, что Гегедыш является призером чемпионата Европы спортинга. Посмотрим, сможет ли взять реванш за своего товарища по клубу наш гость из Словакии. Сейчасinnen и Словакии живут в любом мире. Зараз у кого-то занимается спортсмальд и здесь влачье. Восемья субтитры. Субтитры не могут быть. Восемья. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, скажем, что Сергей Чиканов представляет спортивный клуб «Кратос» и является призером всеукраинского турнира боевого самбо. Итак, в черных шортах Юрий Гегедыш, в белых Сергей Чиканов. Так первый раунд, формат боя, как и предыдущие, так и все бои, три раунда по пять минут. И вот сразу так обменялись ударами, и мне показалось, что Чиканов несколько такой болезнен удар на меня своему сопернику. Сейчас уже он в прыжке попытался нанести удар голову рукой, но не промахнувшись, начал пытаться уложить соперника. И вот сейчас мы видим, как Гегедыш начинает расстреливать бойца из столицы, но тем не менее хорошую акробатику и хорошую физическую подготовку сейчас показал Сергей Чиканов. Но тем не менее пока что не удается ему вырваться из объятий соперника. Нет, все-таки он встает, но, так скажем, немножко помявшим разбил, видимо, и нос, и лицо своему сопернику Гегедыш. Сейчас Чиканову, наверное, нужно время для того, чтобы немножко хотел себя, но болельщики, зрители в зале отдали должное киевлянину, который из непростой ситуации сумел подняться на ноги и, видим, получив несколько довольно таких увесистых ударов от своего соперника, продолжает поединок. Но явно нужно ему сейчас время, чтобы отдышаться, видим, так он явно не торопится снова бросаться. Я думаю, что пожалел, что бросился в эту авантюрную атаку и, промахнувшись ногой, начал пытаться захватить соперника в свои объятия. В результате сам оказался на полу и немножко, так скажем, накостылял ему соперник. Ну вот, кажется, что уже пришел в себя. Сергей и пытается сейчас, будет, наверное, пытаться реваншироваться, понимая, что пока что первый раунд складывается явно не в его пользу. Ну, как я даже видел, сейчас с разворотом внешней стороной ладошки нанес удар. Сейчас вот уже опять, видим, нет. Чкану так просто не хочет сдаваться и опять идет в атаку. Ну, я даже понял, что соперник, как говорится, вернулся в бой. Но, тем не менее, мы видим, Чкану дерется в правосторонней стойке, то есть он левша, но пока что это ему никакого преимущества в этом бою не приносит. Попытался сейчас, ну так, время от времени он пытается сделать длинную атаку с ударом ногой, но пока что это не выходит ничего у столичного бойца. Ну, не торопится форсировать события и наш гость из Словакии. Ну, судя по имени и фамилии Юрий Гегедыш, хотя представляет Словакию, но судя по всему, корни у него украинские. Вот сейчас опять он с разворота неплохо попал по шее соперника, но удар был не очень сильный. Вот сейчас Чканов пытается вызвать соперника на себя, но пока что это ему не удается. Опять оказывается на полу бойцы и сейчас... Он сейчас будет, наверное, тяжело Чканову, потому что сейчас очень хорошая позиция, свободные руки у Гегедыша, и Чканов пытается, правда, как-то блокировать, но пока что у него не очень получается. Вполне возможно, что мы увидим сейчас досрочную победу, расстреливаясь, что называется, сейчас Юрий Сергеев, но арбитр пока что не торопится давать сигнал, останавливать бой. Ну, посмотрим. Заканчивается первый раунд, наверное, арбитр хочет дать возможность Чканову закончить раунд, а потом у него будет перерыв на то, что прийти в себя, но... Ну, полное преимущество в первом раунде, конечно же, за спортсменами из Словакии. Ну, устал уже и Гегедыш, как говорится. Оказывается, можно устать, и когда бьешь своего соперника, можно себе только представить, в каком сейчас состоянии находится Сергей Чканов. Ну, заканчивается первый раунд. Закончился первый раунд, таки арбитр, рефери в ринге в октагоне позволил бойцам закончить первый раунд. Ну, и сейчас 60 секунд есть у команды Сергея Чканова, но то, чтобы хоть как-то восстановить силы, ну, тяжело, очень тяжело будет ему сейчас и во второй пяти минутке. Хотя, с другой стороны, Юрий Гегедыш также в последнюю минуту первого раунда уже, скажем так, из последних сил наносил удары. Наверное, если бы было бы у него более высокий уровень функциональной подготовки, то вряд ли отпустил бы он бы Чканова в этой ситуации, в которой оказался Киевлянин. Ну, что ж, посмотрим. Сейчас очень многое будет решать то, кто из ребят лучше восстановится в перерыве. Ну, и, конечно же, морально-волевые качества, как видим, Чканов, хоть и был убит в первом раунде, но не отдыхает, сидя, стоя, слушает указания своего тренера, установку. Арбитр просит стереть кровь с туловища Сергея. А вот Гегедыш такое впечатление, что он отдал значительно больше сил, чем Чканова. Ну, посмотрим, что покажут события в октагоне во второй пятиминутке. Вот видим, Чканов опять очень активно пошел вперед, но оказывается опять бойцы на комбасе октагона. И сейчас, правда, уже у Гегедыша нет той хватки, которая была в первом раунде, когда он сразу начинал активно проводить, наносить удары. И рефери совершенно справедливо, учитывая, что ничего не происходит в партере, подымает бойцов в стойку. Ну, и вы знаете, впечатление такое, что Гегедыш уже из последних сил дерется. А это только начало второго раунда. Напомню, что впереди еще второй раунд и третий. Вот сейчас опять Чканов слишком откровенно пошел вперед ногами. И все заканчивается тем, что они оказываются на полу. Но сейчас уже сверху Чканов. И учитывая, что у Сигедыша не очень хорошая функциональная подготовка, неизвестно, чем сейчас все это может закончиться для спортсмена из Словакии. Вот сейчас видим, что Чканов пытается как можно удобнее расположиться на своем сопернике и начать его... Ну, вот видим, ногами захватил туловище соперника, пытается не защищаться. Гегедыш, но сейчас очень может быть... Вот сейчас мы увидим, что опять... Да, Сигедыш, конечно же, очень удобно уселся на сопернике Чканов. И сейчас Сигедыш, Гегедыш будет очень тяжело в этой ситуации. Но опять же, функциональная подготовка хватит для силы Чканова для того, чтобы добить своего соперника в этой ситуации. Но времени еще до окончания второго раунда очень много. Пытается Гегедыш подняться в стойку, но пока что ему это не удается. Ну, я говорил в перерыве, что функциональная подготовка Гегедышка далеко не самая лучшая. И вот сейчас Чканов продолжает, правда, не очень активно. Вот сейчас слева и справа. Рефери в октагоне прекратил бой. И техническим нокаутом победу присуждается Сергей Чканов. Ну, вы знаете, наверное, судья был прав, потому что у Гегедыша... Вот вам что значит характер, что значит лучшая функциональная подготовка. Но у Гегедыша просто не было сил продолжать поединок, мне кажется. И совершенно справедливо рефери в октагоне решил прекратить бой. Ну, то, что мы говорили, очень важно в смешных длинноборствах не форсировать события, потому что большинство боев заканчивается досрочно. Но очень важно, как говорится, рассчитать свои силы. Если ты уж решился на такой стартовый спорт, то нужно его доводить до конца. Вот Гегедышу это не удалось. Вы помните, как в первом раунде у него была ситуация, когда он мог расстрелами нокаутировать своего соперника, но у него просто физически не было брак физической мощи, и поэтому позволил он сопернику дотянуть до перерыва. А с восстановлением у Чканова получилось гораздо лучше, чем у Гегедыша. И абсолютно логично, что во втором раунде он уже начал, как говорится, оседлал своего соперника и просто расстрелами заставил рефери в фрагменте в бой. Ну, этот бой уже история. У нас на очереди бой номер 4. И в октагон вызывается еще один представитель спортклуба «Инфайтер». Ну, на этот раз спортсмен с украинским паспортом. Это Иван Мельник из небольшого городка Тячев, который находится на Закарпатии. А его соперник Максим Потапов из Ровно. Первым в октагон приглашается Иван Мельник, город Тячево-Закарпатской области. Чемпион мира по боям ММА среди любителей. Весовая категория спортсменов до 70 килограмм. Ну, а вот и соперник Ивана Мельника, Максим Потапов, город Ровно. Спортклуб «Комбат Самбо». Чемпион Европы с казахского два боя и призер чемпионата Украины в ММА. Как видим, два спортсмена, которые в довольно жительное время занимаются уже в ММА. И Мельник, напомню, является чемпионом мира среди любителей. А Максим Потапов призером чемпионата Украины. Мельник, напомню, является чемпионом мира среди любителей. Олимпием за частей любителей. И так, Иван Мельник, оба спортсмена в черных шортах. Практически идентичны у них шортов, но, скажем так, более темные волосы у Ивана Мельника, а вот значительно более светлые волосы у Максима Потапова. Ну, сейчас видим так, Потапов попытается подкраситься своему сопернику, но Иван его встречает ударами встречными. И пока что ничего особого интересного в ринге, в октагоне у нас не проходит. Ну, это все, собственно, себя. Вот очень прекрасный удар сначала ногой, а потом с правой попал Максим. И я думаю, что потряс, потряс он Ивана Мельника так очень прилично попал подъемом по лицу. И сейчас видим опять уже так добавила уверенности Потапова у него удачная первая атака. И посмотрим, что будет далее. Мельник пока что пытается нанести такой, знаете, как бы делает ставку на акцентированные удара. Ну, так просто сразу с первого раза в серьезном нанести серьезные тяжелые удары, поэтому... Сейчас опять по воздуху, и вот отлично промахнулся Потапов, Мельник нанес удар в ответ, от которого Потапов свалился на землю. И сейчас пытается захватить руку соперника Потапов, но тут в этой ситуации можно произвести все, что угодно. И как видим, Мельник сейчас пытается поднять своего соперника, но Потапов прижимает в Мельниках к сетке, но... Я думаю, что сейчас арбитр поднимет обоев стойку, потому что ничего не происходит. Так и есть. Серьезного захвата не было, а силенок поднять и бросить на пол своего соперника не было ни одного, ни у другого. Но... Была парочка эффектных моментов. Все бойцы... Небольшая пауза была по просьбе Потапова, но... Такая немножко разная тактика у спортсмена, вроде оба выжидают, однако... Мельник явно делает, так скажем... Но фундаментально пытается атаковать, и сейчас Потапов опять промахнулся. Опять попадает с правой Мельник. Он уносит удар по корпусу, но уже, видим, разбил нос своему сопернику, уже кровит лицо у Потапова. Более уверенно в работе руками чувствует себя Иван Мельник, и вот сейчас... Немножко так забыли про ноги спортсмена, оба делают ставку на удар. Но очень важно, конечно, в боях ММА это уметь гармонично сочетать удары руками, ногами, броски, проходы в ноги, работу в партере, захваты. ММА тема интересна, что здесь очень большой арсенал приема, и чем больше арсенал у того или иного спортсмена, тем больше шансов у него победить. Ну, пока что так, в сравнении с первым раундом, более выжидательную тактику используются сейчас оба бойца. Еще это все пока что по воздуху машет Потапов. Вот сейчас Мельник... Вот сейчас... Удачно, удачно сейчас использовал попытку захвата Мельник оказался сверху, и вот сейчас... Довольно в тяжелой ситуации оказывается Потапов. Но подымается, подымается с рук, пытается уложить его. Мельник опять таки захватил. Мы посмотрим, чем сейчас все закончится. Потапов держит руку Мельника, но... Заканчивается первый раунд, наверное, не успеет никто ничего сделать уже в первом раунде, и... Минутный перерыв, но... Расстроился Мельник, потому что, да, он получил очень хорошую позицию для того, чтобы досрочно завершить бой, но... Сам оказался в неудобном положении... Неизвестно, чем все могло бы закончиться, если не всегда время первой пятиминутки. Здесь бывает очень удобно, и, конечно, когда ты идешь в атаку, должен все очень хорошо рассчитать, потому что... попасть на контур прием очень легко и как говорится можно пойти в атаку и оказаться в плену своего соперника и сейчас чуть-чуть именно до такой ситуации не дотянул иван мельник но в целом я думаю что первый раз таки остался за ним потому что несколько хороших ударов он нанес и я думаю что и внешний вид лица спортсмена тоже говорит о том что у мельника было преимущество в первом раунде так второй раунд напомню что первых два боя мы с вами которые смотрели закончились в первом раунде второй бой закончился третий бой закончился во втором раунде и посмотрим каким по продолжительности получится четвертый бой ну естественно продолжительность не самое главное для бойцов главное оказаться победителем судья просишься вытерли кровь на компасе октагона десяток другой лишних секунд для отдыха получили спортсмены сразу этим использовать нам пытается воспользоваться тренеры и вот если конкретно то потапа получил час указания своего тренера но посмотрим помогут ли они ему переномить ход боя в свою пользу видим что у мельника левая рука ударная он так больше разведку боем идет правая вот удар для него желательно наносить слевой но сейчас первый раз мы видим с этого и что потапа пытался с разворота ударить ногой соперника ну пока что как и первом раунде большинство ударов проходят по воздуху а вот мельник если уже идет в атаку то обычно попадает хотя бы в корпус это как укус комара для мельника разница потапа своим соперником но сейчас не попал сейчас уже и мельник однако ответной атаки только лишь так слегка зацепило лицо соперника потаповый видим теснит теснит своего соперника мельник потихоньку пытается подгнать его сетки наверно для того чтобы провести потом атаку и сопернику некуда некуда будет уходить и вот сейчас опять бросает бросает бас октагонов своего соперника потап потапов но это еще ни о чем не говорит потому что руки у него заблокированы голова также находится захватил весы соперник но никаких активных действий нет со стороны ни одного ни другого бойца поэтому рефери в октагоне ставят их стойки продолжается второй раунд вот сейчас очень близок был к тому чтобы нанести хороший удар в ответе по пропов но не достал не хватило длины рук мельник начинает потихоньку опять подавливает подавливать своего соперника но не не торопится приходи к активным действием потапов то вроде бы хочет идти в атаку но тоже где-то ему немножко так вроде как бы страшно от слева и вот прошел удар слева или не первый раз потапов и семейных падает слева это потапов обычно падает и вот сейчас на свою беду как говорится потапов поля спартеры сейчас мельник пытается выбить голову из-под себя соперника для того чтоб сейчас не может потапов подняться и тренер говорит потапов мельник у что он зашел в сторону попробуй задействовать твои ноги держит легко говорить намного тяжелее то что говорит тренера платить в жизни ну и совершенно правильно принимает решение рефери поднимая бойцов стойку мы думаем сейчас оба мечтают о том что закончится второй раунд потому что сил уже нет ни одного ни другого сейчас опять уже очень размашистые носят удары а размашистые удары это первый признак того что спортсмены устали но очень в крови лицо у максима потапова но вот такой удар с правой легко блоком отбивает мельник конечно вид лица воодушевляет мельника сейчас опять потапов не смог бросить на комбас октагоном своего соперника сейчас уже пошли вход колени посмотрите опять но это борьба да пока попытается бороться оказывается оба на комбасе ну что ну вряд ли потапов из этого положения что-нибудь выдавит потому что сил у него просто нет уже физически раз уже немножко передохнет подымает рефери бойцов закончился нет заканчивается но все сил нет ни одного ни у другого и закончился второй раунд раунд видим потапов буквально свалился с ног дошел до угла мельник но тоже сил нет ни одного ни у другого ну что в первый раз мы с вами наблюдаем как спортсмены доходят до третьего раунда и посмотрим вполне вероятно что бой будет продолжаться все три раунда то есть все 15 минут но хватит для у бойцов сил причем с одной стороны хватит для сил довести бой до конца с другой стороны хватит для сил победить досрочно в третьем раунде ну как по мне так первые два раунда все таки лучше был мельник во первых он был гораздо точнее несколько очень хороших ударов нанес с левой руки ну попал он и один однажды попал хорошей ногой у потапова практически ничего опасного не было ну и опять же показательно что у потапова лицо гораздо чище извините у мельника лицо гораздо чище чем у потапова ну сейчас конечно же более-менее привели в порядок лицо максима ну потапу если хочет победить нужно наверное активизироваться в третьем раунде но вопрос опять же в том есть ли у них силы а 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 и вот опять попал с левой мельники видите так на это раз не оказался на полу потапов но так его немножко повело и сейчас он потапов на верху но мельник потапа сейчас он это и сделал видите обхватил просто руки соперника и судья просто вынужден остановить поединок и поднять бойцов в стойку а а а а и не торопится вступать схватку мельник он понимает что он выигрывает вот постоянно пытается бросить на пол своего соперника потапова непонятно правда зачем он это делает потому что просто после того как они оказываются в партере потапов явно не знаю сейчас довольно поднял на плечи пытался бросить но мы обхватили вроде по активничать выглядит по топу вот сейчас и и и и и и и пытается бить коленями умельник захватил группу соперников перевернул мельник сейчас потапова и сейчас прогресс он вполне вероятно что может потапал грамотно спортсмена пока что это попытается вязать руки соперника в не очень это получается пояс охватил ногами головой бить нельзя его сейчас поднялся его соперника мельник но до удара дело не дошло на мой судары по корпусу тяжело тяжело конечно же очень длинный бой его сейчас увидим оказался лежит мельник потапов не подымается но рефери поднял бойцов стойку получил опять же из этой ситуации концовки получил и рукой и ногой по одному хорошему акцентированному удару потапа поэтому нельзя сказать что ему что-то удается переломить в третьем раунде сил уже не осталось ни одного ни другого но характер показывает и видим потапа понимает что привык поэтому не очень активно так вяловато и удары ногами мельник опять наверно готовит еще один удар пытается понимает слабо их забрится потапу получить удар с левой от мельника но опять по смены оказывается на комбассе октагона рефери который раз подымает бойцов стойку не удается потапу переломить ход боя похоже что наверно сливился жалом с поражением хотя кто его такое решение прямо судьбу очень смельник опять пытаясь нанести несколько ударов заканчивается поединок и конечно же несколько лишних ударов совершенно не будут изменить из эти закалом бур лишними я думаю что и этот раунд остается за мельником последние секунды закончился бой вот показатели видео оба бойца даже не могут подняться бегли на спину все силы спортсмена отдали за ринг в октагоне конечно же за это мы им должны быть благодарны показали характер а победу в этом бою судьи решили что ничья как говорили в детстве победила дружба ну дружба правда такая знаете боевая тяжело слышать что это была ничья как по мне то иван умельник гораздо более увесистый удар наносил своему сопернику да не будем спорить в том что наверное равновесие было в том как спасмены проявили свой характер один и другой но в конце концов судим виднее ничья так ничья так пятый бой весовая категория до 61 килограмма ян салах соляка по кличке цыба из словакии и тарас грицкий из города холомые как раз спортсмен который один из хозяев сегодняшнего сегодня октагона спортсмен из ивано-франковской области из города холомые тарас грицкий и коломые хорошо известна своими боксерами и там прекрасная спортивная база где не единожды проводили свои сборы сборная команда украины по боксу как видим есть там и мастера ммэй итак в октагон выходит ян саляка цыба словакия третий взгляд саляки 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 в море саляки 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 Продолжение следует... 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 А сейчас Группа главных Далее несколько писан Болельщикам Ивана Ханковска Давайте с вами послушаем хорошую музыку И посмотрим красивых девушек Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует... 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 присуждена Тарасу Грыцкову техническим. Сначала практически дело доходило до технического нокаута, но затем все закончилось тем, что болевой прием провел Грыцков и одержал уверенную победу. Напомню, что этот международный турнир смешных единоборств West Fight 21, который проводится всеукраинской открытой лигой смешных единоборств Real Fight Promotion, президентом которой является Виталий Волк, а партнер организаторов это девелоперская компания МС. Мы с вами возвращаемся в Ивана Франковск, где сегодня в клубе Платнин проходит международный турнир смешных единоборств West Fight 21, сейчас проходит первый раунд поединка в весовой категории до 93 килограмма и встречаются бойцы Хниюфани из Камеруна и Василий Гайнаний из городка Тячев из Закарпаттской области. Это первый раунд, очень такая вязкая борьба, очень мало ударов, больше борьбы. Знаете, как по мне, то этот поединок больше напоминает классическую борьбу. Практически ни одного удара пока что не прошло, но спортсменный очень напряженный такой поединок в равной борьбе с переменным успехом то один сверху, то другой, но много борьбы, как я узнал, мало ударов и закончился поединок. На 2-й ходе 40-й секунде за то, что на прием первого на 1-й правое Василий Гайякин и что-то все-таки видите, удалось в этой вот такой тягучей борьбе победить спортсмену из Закарпатти благодаря силовому приему, ну, что ж, очередная победа украинских спортсменов в сегодняшнем вечере, но пока что спортсмены наши гости из-за рубежа, их продовольствование так много было, и он по Прумыния, Юрий Гигедыш, Словакия, Ян Соляка Циба, и вот теперь Хинею, Фани из Камеруна, все они проиграли, но правда этот бой был довольно ровным, надо сказать, что до удушающего приема тяжело было дать преимущество кому-то из бойцов, в итоге, как видите, все-таки Гайна не сумел захватить руки соперника, и благодаря болевому приему одержал победу, и нас с вами теперь ждет еще три поединка, сейчас будет бой весовой категории 66 килограмм, и в октагон приглашается Павел Демиденко из города Ровно. Субтитры 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 делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Так и Грыцкий получил победу. Сумел он все-таки захватить руку соперника. И додавил своего оппонента. В результате очень расстроился Александр Попко. Ну, я вам скажу, это тот случай. Вот опять-таки поздравление от матери. Мы видели, как мать поздравляла своего сына Тараса. А сейчас, ну, понятно, сегодня в семье Грыцкого будет настоящий праздник. Две победы. Я думаю, что и, не знаю, как, ну, наверное, сегодня всю ночь, но и потом в субботу, в воскресенье вся родня будет гулять. Да и, наверное, пол Коломы и минимум, а то и вся Коломыя будет гулять. Но имеет, правда, некоторые претензии к арбитру главный судья соревнований Сергей Волк. Нет, бой не закончился. Нет. Вышло, вышло время. Видите, все-таки, да. Понятно, дело не претензия, просто за этим шумом в зале не услышали гонга об окончании первого раунда. И поэтому удушающий прием Игорь Грыцкий провел, вернее, закончил уже после окончания раунда. Начался перерыв. Поэтому арбитр не защитывает, главный судья соревнований Сергей Волк, не защитывает, вернее, отменяет решение рефери в ринге. Ну, можно понять, здесь рефери в ринге. Бой закончился, рей-раунд закончился, просто в этом шуме в зале не услышал никто гонки. Поэтому бой будет продолжен сейчас во втором раунде. Но я думаю, что арбитры все равно первый раунд уже отдали в пользу Игоря Грыцкого. И так, второй раунд, но сейчас, я думаю, с еще большей интенсивностью бойцы бросить друг на друга. Судя по всему, физически оба готовы очень хорошо. Вот видим, Грыцкий сразу попробовал пойти вперед, но Попко не дает себя ударить, пытается опять захватить. И вот вновь мы видим, что уже пошла борьба. Пока что в этом мы видим не столько ударной техники, сколько борьбы. Вот прижал к сетке соперника спортсмен Скаламы. И теперь важно либо начать наносить удары, что он сейчас и делает. Ну и второй вариант, попытаться захватить своего соперника. А вот Грыцкий сейчас захватил руку. Вот, да, сейчас. То, что второй раз тот же прием провел Игорь Грыцкий. И теперь уже, как говорится, никаких претензий. Не стекла даже, наверное, не больше 30 секунд прошло во втором раунде. Как бой закончился, победа Грыцкого. Ну что, скажем так, два болевых приема в течение каких-то двух-трех минут. Зал Платина на ушах. Все празднуют победу своего земляка. Но также счастлив сам герой вечера Игорь Грыцкий. Ну видно, что это любитель местной публики покидает ринг Чудини со слезами на глазах Александр Попко. Вот вышел президент всеукраинской открытой лиги. Смешный единоборств, Real Fight Promotion, Владимир Волк. И вот все организаторы сегодняшнего вечера. Ну понятно, что в последнем бою они поставили своего лучшего бойца. Это Игоря Грыцкого. Но действительно, Игорь доказал, что он настоящий мастер смешного единоборств. Мы видели, что он очень хорошо владеет ударами рук, ног, неплохо борется. Ну и прекрасно выполняет болевые приемы. Ну что ж. Это был последний поединок сегодняшнего вечера. Как я говорил, в плане запланировано было действие боев, но один не состоялся из-за неявки одного из участников. Так и не увидели мы сегодня в октагоне Павла Демидемко из Ровно. Ну что ж, бывает такое. Поэтому вместо десяти боев сегодня состоялось девять. Публика довольна, во-первых, посмотрела интересные бои. Во-вторых, все три спортсмена из Ивано-Франковска одержали досрочные победы. Напомню, это были братья Грыцких, Тарас и Игорь, а также боец из самого запускного центра, из Ивано-Франковска, Иван Слевинский. Ну и напомню, что в наших соревнованиях сегодня принимали участие гости из Румынии, Словакии и Камеруна. Ну, никому и гостей не удалось сегодня победить. Таким образом, во всех поединках побеждали представители Украины. А вот сейчас Игорь Грыцкий хочет сказать пару слов болельщикам. Спасибо. 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 Спасибо.